Художественная гимнастика набирает все большую популярность по всей России. И наш город не стал исключением. Этим видом спорта занимается чуть ли не каждая третья юная сочинка. Вот и участниц соревнований собирается немало, поэтому и турнир, который традиционно проводит спортшкола Олимпийского резерва номер 2, проходит несколько дней. К тому же на сочинскую волну приехали и гости. Здесь мы в основном принимают участие детки нашей спортивной школы, которые отбираются на второй этап, на участие во втором этапе. Более серьезном, более сильном этапе. Однако здесь у нас тоже присутствуют детки из Забайкальска, Владимира, Красноярска. На втором этапе к ним присоединятся детки из Краснодара, из Волгограда, из Ростова. В принципе, весь юг России будет присутствовать на наших соревнованиях. Планируем в сумме около 600 детей. Чтобы стать грациозными и изящными, девочки трудятся в поте лица порой и по пять раз в неделю. Дело не только в растяжке и шпагате, рассказывают юные спортсменки. Овладеть техникой – вот главная задача художниц. Тогда и о спортивных достижениях можно помечтать. Перед этими соревнованиями у нас были сборы. На них я трудилась, чтобы потом показать на соревнованиях, чему я научилась. Все элементы сложные. Их надо выполнять хорошо, чтобы потом не огорчаться, что у тебя последнее место. Моя мечта – танцевать с лентой и стоять на блестяне с кубком. Это моя мечта. Я мечтаю каждый день об этой мечте. Я постараюсь делать хорошо, чтобы потом порадовать своего тренера. Мне нравится получать всякие грамоты и медали. Мне нравится смотреть на девочек, как они выступают. И мне нравятся мои упражнения, как я выступаю. Победители первого этапа по сочинской волне плавно перетекают во второй. Пройдет он на ковре юг спорта с 28 по 30 августа. Спортсменки будут бороться за кубок главы города Сочи. Инга Габеш и Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова